всем привет я приобрел себе новый смартфон samsung galaxy s 9 плюс и сегодня в этом видео пойдет речь не столько о смартфоне а сколько чехле потому что сумма покупки самого смартфона было достаточно достаточно дорогой в украине цена его 32 тысячи гривен я покупал в одном из магазинов не буду река ком фактически вышел мне порядка где-то около 27 тысяч гривен и связи с этим возникла идея дорогой телефон надо бы как-то защитить его от механических повреждений и посмотрев много информации в интернете что некоторые компании которые занимаются исследованием приспособленности смартфонов к ремонту из десяти возможных баллов samsung galaxy s 9 плюс получил только 4 то есть ремонтировать его весьма весьма сложно и дорого ну по предварительным оценкам и информации замена дисплея порядка десяти тысяч гривен и потому на основании всех этих вот информации я решил купить себе защитный чехол хотя защитном чехле я не люблю носить смартфоны но но все-таки решил сейчас данный момент я делал на него чехол который я заказал из китая значит вот его название значит это твердый пластик достаточно тонкий значит вот он закрывает самые опасные места это углы сверху снизу боковые грани открыты то есть edge панель легко доступна ну и фактически он немного выступает то есть если поставить его вниз дисплеем на какую-то твердую поверхность он не будет царапаться он достаточно приятный на ощупь и не увеличивает габариты телефона кнопка включения питания включения громкости все кнопочки вот они фактически открыты то есть ими удобно пользоваться ощущать управлять также задняя часть допустим доступ для датчик отпечатков пальцев плюс удобный доступ к датчику сердечного ритма вот принципе достаточно удобный и достаточно приятный и также самое хочу отметить что то что он находится в то что этот сам как бы тактильное ощущение этого чехла он не скользкий ну и достаточно такой приятный потому что его можно легко поставить например в карман одежды и например для сумочку то есть он не не такой так скажем имеет повышенное трение снимается и одевается легко и просто сейчас покажу как он одевается пошла снимать немножко там сложнее но одевать его можно легко и просто вот сейчас смартфон без чехла чтобы одеть его оставляйте например верхнюю часть и нижней части его и все смартфон чехле сейчас приступим к рассмотрению следующего чехла который я приобрел во время покупки самого смартфона значит это чехол оригинальный samsung вот он такой приятный на ощупь это soft touch силикон отдельные гнезда под сканер сердечного ритма или датчик сердечного ритма и под сканер отпечатков пальцев здесь отдельные такие окошки все равно удобно но кнопочки кнопочки будут закрыты вот они здесь вот в таком мягком и сам чехол имеет этот край он достаточно сильно бы выступает над поверхностью дисплея и он выполнен из тоже такого эластичного материала вот смартфон я вытащил из предыдущего чехла и вставляю в этот оригинальный самсунговский чехол значит легко и просто вставляется вот можно видеть достаточно много места над поверхностью дисплея по боковым граням то же самое достаточно сильно выступает весь он такой вот защищенный здесь достаточно много материала то есть повышенная будет защита во время падений вот я говорил что кнопочки вот они выполнены в таком виде то есть они достаточно четко нажимается без проблем можно нажать на кнопочки кнопочку bigsby кстати говоря я программно отключил то есть у меня сейчас кнопочка bigsby не работает клавиши громкости вверх вниз хорошо работают четкая нижняя грань вот открыта вот так она выполнена решение такое классное потому что например если нужно использовать сканер отпечатка пальцев то есть достаточно удобно это окошко которое выполнено отдельно и пальцем не за двинешь на 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 камеру ну и плюс если нужно использовать датчик сердечного ритма то есть она тоже вот здесь легко в углублении но теперь о недостатках этот чехол ощутимо увеличивает габариты самого смартфона то есть она придает дополнительный вес который я ощущаю кажется там несколько грамм но да и чувствуется что он больше этот чехол и еще один существенный недостаток который может быть и положительным моментом то что это очень он не скользящий материал то есть например сунуть в карман его можно а вытаскивать карман с кармана его очень тяжело то есть он цепляется за сам карман за одежду но это хорошо с одной стороны но с другой стороны это например если нужно вытащить быстро из кармана телефон это не получится и еще один большой недостаток вот этот вот силикон который он очень собирает весь мусор если в кармане там какие-то ну даже там скажем не грязно в кармане но все равно какие-то там пылинки какие-то ниточки после вытаскивания с кармана все это здесь видно в сумочке тоже самое ну там вроде бы у меня в сумке ничего такого нету но все равно вытаскиваю здесь какие-то пылинки соринки и так дальше то есть нужно каждый раз ну это принципе не проблема то есть можно вытереть я не ощущаю как бы это недостанка но Но так же самое, если ложишь вниз, он защищает достаточно хорошо дисплей, но недостатком одновременно же здесь вот Edge панель уже, например, использовать тяжело, потому что вот этот вот бортик, он мешает. Ну вот такие, значит, ну по цене этот чехол стоит порядка 600 гривен. То есть это, скажем, оригинальный Samsung 600, а этот порядка, ну меньше 300. То есть этот чехол в два раза дешевле, не знаю. Теперь хочу, если вам, конечно, интересно это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой бы вы хотели использовать чехол, и какой бы вы посоветуете мне, потому что я еще, в принципе, не принял окончательное решение, каким чехлом я буду пользоваться. И если понравилось видео, не забывайте ставить лайки. Также, если вам нравится мой канал, не забывайте нажимать подписаться. И там, где кнопочка подписаться, стоит колокольчик, нажимайте, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всем пока, до новых интересных видео.